Здравствуйте! Это программа «Телезащитник». С вами в студии я, адвокат Роман Койден. Начнем выпуск с видео-вопроса. В адрес редакции программы поступило видеообращение о жительнице села Заречья Сысовского района Нины Колиговой, которая ежедневно вынуждена ездить на работу в соседнее село за 30 километров. До Нового года трижды в неделю до Заречья ходил автобус. По пятницам, субботам, воскресеньям. По льготе учительница могла добираться два раза в неделю до работы бесплатно. Но с января ситуация изменилась. Вначале ездил большой шикарный карус. Потом дали нам маленький пазик. Потом была газелька. Теперь и газелька не ездит. Говорят, нерентабельно. Но хотя у нас есть студенты, есть и прохожие ездят. Заречья у нас ездит. В неделю приезжают. Один раз в понедельник частник ездит на газельке. И в четверг это с АТП. Автобус. Все, больше нет. Никакого транспорта. Выбираться пробиваю. Как добираться? Никак. До Куратова еще можно добраться на Шугрымском. Потому что там рейсовый автобус ездит четыре раза в неделю. Но еще с Куратова за речью надо топать пять километров. Нина Колегова интересуется, к кому обращаться насчет организации постоянного автобусного сообщения. И кто будет компенсировать учителю вынужденный проезд в частном автотранспорте. Давайте по порядку. Начнем с работодателя. Возложить обязанность на любое физическое или юридическое лицо можно на основании закона или договора. Законом не предусмотрена обязанность для работодателя оплачать проезд к месту работы своим работникам. Поэтому внимательно изучите ваш трудовой договор или контракт и коллективный договор с работодателем. Если в них такой обязанности работодателя нет, то проезд оплачиваете вы. Теперь про автобусный маршрут. Согласно федеральному закону номер 131 об общих принципах организации местного самоуправления, организация транспортного обслуживания населения находится в ведении муниципальных образований и является вопросом местного значения. Частью 6 статьи 72 определены полномочия администрации в области транспорта. Это осуществление контроля за работой транспортных предприятий и организаций, обслуживающих население города, утверждение маршрутов и графика движения местного транспорта. Все письменные обращения и обоснования по вопросу восстановления маршрута необходимо адресовать в администрацию. Это ее обязанность. И исполнение обязанности, письменный отказ можете обжаловать в прокуратуру и в суд. Сергей пишет. Я ВИЧ-инфицированный. Мне врач прописал уколы, но в амбулатории по месту проживания меня обслуживать отказываются. Жаловался в район, но реакции не последовало. Кому обращаться, спрашивает мужчина. Дискриминация ВИЧ-инфицированных – тема, которая не обсуждается в обществе громко и часто. Однако это не значит, что проблемы нет. Ваша проблема полностью отрегулирована Федеральным законом номер 38 о предупреждении распространения в Российской Федерации заболеваний, вызванного вирусом иммунодефицита человека, попросту говоря, ВИЧ-инфекции. Закон замечательный и защищает вас со всех сторон. Процитирую лишь несколько статей. Статья 4. Государствам гарантируется предоставление медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Гарантируется социально-бытовая помощь, получение образования, переквалификация и трудоустройство. Гарантируется обеспечение бесплатными медикаментами для лечения в амбулаторных условиях в федеральных специализированных медицинских учреждениях. Статья 5. ВИЧ-инфицированные граждане обладают на ее территории всеми правами и свободами в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Статья 14. ВИЧ-инфицированным оказываются на общих основаниях все виды медицинской помощи по клиническим показаниям, при этом они пользуются всеми правами, предусмотренные законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. Статья 16. Администрации учреждений, государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения, оказывающих амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, обязаны создавать условия для реализации предусмотренных настоящим федеральным законом прав ВИЧ-инфицированных. Статья 17. Не допускается увольнение и отказ в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничение иных прав и законных интересов ВИЧ-инфицированных на основании наличия у них ВИЧ-инфекции. И статья 24. Нарушение настоящего федерального закона влечет за собой в установленном порядке дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность. Фиксируйте факты нарушений отказа медицинской помощи и обращайтесь не в администрацию района, а в правоохранительные органы. Вопрос от Виктора из Сыктывкара. Я езжу на машине отца по генеральной доверенности. Могу ли я самостоятельно переоформить доверенность на мою жену? Вы можете оформить доверенность на право пользования транспортным средством на вашу жену, только если это правомочие отдельно указано в вашей доверенности. То есть отец должен был передать вам право передоверия. Если такого правомочия в вашей доверенности нет, то вы по генеральной доверенности можете только переоформить машину на свою жену. То есть от имени отца продать ее жене или подарить. И запомните, по доверенности вы можете реализовать транспортное средство только в пользу третьих лиц, но не себя. Себе подарить либо продать машину вы права не имеете. За консультацией обращается педагог Центра дополнительного образования из села Пашго-Сыктывдинского района Марина Куратова. В 2005 году она прошла педагогическую аттестацию и повысила свою категорию до 12-го разряда. В 2009 году Марина ушла в декретный отпуск на полтора года. За это время необходимо было подтвердить свою квалификацию. Однако об этом молодую маму не предупредили, а по выходу из декрета категорию педагога понизили, сославшись на региональное отраслевое соглашение от декабря 2011 года. И несмотря на то, что в данной ситуации по основному договору Марина имеет право на отсрочку, ей возвращение категории было отказано. Педагог интересуется, к кому обращаться в сложившейся ситуации. К сожалению, действие категории у вас действительно закончилось. Вы могли продлить категорию, написав заявление в 2010 году, но, увы, всего на один год до 2011 года. Право на отсрочку реализуется в период действия категории. С учетом присвоенной квалификационной категории оплата производится только в течение ее срока действия, а это 5 лет. Если срок, на который была присвоена квалификационная категория, истек, то у работодателя нет законных оснований для того, чтобы продолжать оплату труда в прежнем размере. Согласно письму Министерства образования и науки Российской Федерации, номер 035246, ограничение по прохождению аттестации беременными женщинами, женщинами, находящимися в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, для восстановления соответствия уровня квалификации требований, предъявляемых к первой или высшей квалификационным категориям, не предусмотрено. Прохождение такой аттестации в указанные периоды зависит только от желания самих педагогических работников. То есть вам никто не мешал аттестоваться, находясь в отпуске. В данный момент вам необходимо заново аттестоваться на соответствие должности. Съемочная группа телеканала Юрган на прошлой неделе выезжала в поселок Новое Патово, Сыктывдинского района. Еще три года назад там поднимали вопрос о закрытии этого населенного пункта. На сегодняшний день большинство жителей уже уехало в район и город. Остальные полсотни сельчан ждут решения властей. Уезжать из Новое Патово, бросая свои дома, люди начали еще лет 15 назад, когда закрылись государственные лесозаготовительные сельхозпредприятия. В поселке давно не работает школа, детский сад, медпункт, клуб. И добраться до поселка можно только по земнику. На нашей дороге очень много частных предприятий работает, лес рубят. Они лес арендуют. Так почему на нашей дороге, если они по нашей дороге лес возят, нашу дорогу не чистят? Хоть бы обслуживали. Арендаторы чистят земник исключительно до своих делянок. Далее дорогу никто не обслуживает. В селе тем более. От дома к дому новоепатовцы передвигаются на лыжах и буранах. Сельчане интересуются, что нужно сделать оставшимся в поселке людям, чтобы быстрее решить проблему с переселением. Переселение – процесс длительный. Для этого необходимо будет пройти множество инстанций, прежде чем вы въедете в дом. Есть в программе и определенные ограничения. Выплаты производятся только в безналичной форме и только на строительство жилья в определенном месте. Расходы на строительство компенсируются не в полной мере, а частично. Есть и другие ограничения. Для получения информации об участии в программе переселения, заключение договора на индивидуальное жилищное строительство, получение субсидий на строительство жилья и по всем остальным вопросам вам необходимо обратиться с разъяснениями в местную администрацию. Пересказывать программу не вижу смысла. Это займет очень много времени. Вы сами сможете за всем внимательно ознакомиться. Запрашивайте документы и изучайте их. Участие в программе добровольное. Чтобы вас включили в программу, необходимо ваше заявление, после чего происходит заключение договора на строительство. Под конец программы еще раз хочу напомнить о том, что редакция письменных ответов на ваши запросы не предоставляет. Если вы не расслышали ответ на ваш вопрос или не успели записать статьи закона, рекомендую посмотреть повтор передачи на следующий день после ее выхода в эфир в 11.45 на телеканале Юрген или же на сайте www.krtk.ru. На сегодня все. Пишите, звоните, обращайтесь. Контактная информация на ваших экранах. С вами был адвокат Роман Койден. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»!